всем привет дорогие друзья вы на канале life up поехали из-за большого количества отснятого материала данное видео будет состоять из двух частей в этой части вас ждет подготовка стен для нанесения декорации прокладывание электропроводки нанесение разметки на стену и непосредственно приклеивание самой сетки кирпичной кладки обязательно смотри видео до конца постараюсь разложить все по полочкам чтобы у вас не возникло трудностей при выборе данного варианта отделки и так кухня кухня кухонька шесть с половиной квадрат хручевка стену конечно же давно уже демонтировал теперь она еще и студия вот такая простецкая плиточка сейчас на кухне наклеена еще предыдущим хозяином и ощущение сауны или какого-то большого бассейна меня до сих пор не покидает хозяин кстати вообще не заморачивался надыбал где-то эту дешевую плитку и наклеил везде где только можно правда клеил не абы как она совесть от основной массы конечно же уже давно избавился и остался вот этот угол на кухне но посидев подумав решил все таки тоже от нее избавиться так как это чудотворение вообще никак не подходит под общий интерьер квартиры тем более пока еще нет натяжных потолков и новой кухни которая скорее всего будет сделано под заказ поэтому решил все переделать пока не поздно почему же выбор пал именно сторону кирпичей во первых это сверх бюджетно во вторых это относительно просто в третьих это очень эффектно и необычно ну и в четвертых я уже везде где только можно их налепил поэтому данный вариант будет подходить под общий интерьер квартиры ну и начать лучше самого начала так как ламинат новый уже лежит бросим пленку на пол застелим куском линолеума и зависим пленкой все что можно зависеть я думаю в этом никто не сомневается что работа очень пыльная и грязная ну что берем первых руки и снимаем плитку начало уже есть вот с одной стеной мы разобрались теперь вторая готово плитка то снимается легко а вот плиточный клей к сожалению сидит мертвого поэтому немного еще придется постараться и потрудиться на этот раз все и скажу честно удалось это не совсем просто даже с использованием перфоратора пришлось очень сильно потрудиться стены у нас очищены и теперь необходимо потрудиться чуточку больше чтобы очистить полы от этой кучи плитки и вынести мусор прощая плиточка привет кирпич так все с тяжелым покончено теперь самое время перейти к электропроводке вообще перед началом любого ремонта надо составить некоторый план на листке либо же в голове где будут размещаться розетки выключатели кухня это касается в большей степени из-за наличия различной крупной и мелкой бытовой техники поэтому при ремонте на кухне нужно сразу определиться с выбором кухонного гарнитура какой у вас будет прямой или угловой какая будет плита встраиваемая или же обычная а также размещение холодильника микроволновой печи и так далее я уже с выбором определился кухня угловая от стенки до стенки печка стройка микроволновка спрятана холодильник будет стоять в месте который некогда исполнял функцию коридора но я его закрыл перегородкой я считаю это оптимальным вариантом для хрущевки такого типа так как кухня очень маленькая шесть половиной квадрата то и меньше зашел кот на кухню лег посреди пола и все места больше нет как видите проводку я уже всю прокинул штурбореза у меня не было поэтому штурбу делал своей подругой болгаркой и диском по камню и хочу сказать пылище было капец как много и пленка который завешал кухню вообще никак не помогла пыль была по всей квартире но по-другому кинуть штрабу у вас не получится так как конкретно эта стена на кухне а также короб ванной туалета это сплошной кусок монолитного бетона который сверлится с трудом вот розетка на духовой шкаф на 220 вольт и большой толстый провод на варочную панель на 360 вольт отдельную розетку для варочной панели я делать не стал так как ее можно подключать напрямую вывел два провода по обоим сторонам кухни слева и справа но места под розетки не стал сверлить так как розетки будет накладные непосредственно на фартуке ну и как вы поняли выбор мест размещения розеток очень важен нему стоит подойти с особой ответственностью так как потом уже не вариант что-то переделывать ну а теперь замешиваем раствор замазываем все провода старую штрабу и старые розетки все подсохло теперь время грунтовки грунтовку выбирайте под свой тип стен грунтовка у нас подсохла теперь самое время определиться с формой и размером кирпича я выбрал нестандартный кирпич размером 190 на 90 миллиметров он немножко отличается от моего стандартного кирпича размером 215 на 65 но думаю этот кирпич больше подходит для кухни теперь необходимо определиться с выбором скотча какой же использовать скотч в качестве нанесения сетки так как шов между кирпичами у нас примерно 15-16 миллиметров а такого малярного скотча я не нашел ни в одном строительном магазине но есть скотч канцелярский прозрачный шириной 15 миллиметров но его использование крайне не рекомендую так как с ним вы можете заработать разве что геморрой он постоянно отклеивается и в дальнейшем при обрезании лишних кусков вам придется его искать на ощупь так как он прозрачным и поэтому я уже давно определился на малярном скотче шириной 48 50 миллиметров его мы будем делить на три части делать это можно разными способами самый оптимальный и простой это найти знакомого который работает на заводе где имеется ленточная пила он вам быстро и легко его почитает с минимальными повреждениями второй способ с помощью канцелярского ножа сравнительно безопасен точен но при этом очень трудоемкий так как весь слой скотча вы не сможете разрезать сразу придется периодически подрезать скотч при этом прикладывая немалые усилия следующий способ простой но вообще ни разу не безопасно и с помощью бормашинки и отрезного диска я все-таки решил остановиться на этом способе хоть и немного сомневаясь в нем размечаем наш скотч на три одинаковые части крепим моток к столу чем-нибудь и пробуем берегите свои глаза и руки вроде бы неплохо все получается ну как я и говорил способ вообще ни разу не безопасно ладно будем пыхтеть с канцелярским ножом или подругу болгарку привет соседи пошло как по маслу быстро но правда не очень аккуратно но нам аккуратности не особо важно так отрезаем все три части теперь необходимо бросить нижнюю первую линию разметки делать лучше это с помощью лазерного уровня но если вы уверены в ровности своих полов можете отсчет вести от пола клеим первую полоску дальше чтобы было понятнее попробую объяснить вам все на листке бумаги так как ширина кирпича у нас 90 миллиметров вверх мы будем откладывать 106 миллиметров это ширина кирпича плюс ширина шва ширина шва у нас примерно 16-15 миллиметров здесь я показываю схематично отходя от реальных размеров сперва мы ставим риски по всей стене от пола до потолка а потом уже будем клеить полоски ну и начинаем клеить с горизонтальными полосами покончено перейдем к вертикальным снова идем на листок бумаги откладываем от правого края длину нашего кирпича 190 миллиметров клеим полоску и от нее уже будем плясать и следующую черточку мы ставим на расстоянии не 190 миллиметров а 206 длина кирпича плюс ширина шва откладываем 190 миллиметров и с помощью лазерного уровня клеим полоску откладываем 206 миллиметров ставим метку и полоску будем клеить справа от метки вот мы наклеили сетку но это еще как видите неполноценная сетка необходимо еще дополнительно наклеить ряд вертикальных полосок снова идем на бумагу и нам необходимо наклеить еще ряд полосок строго по центру предыдущих кирпичей 190 поделить пополам будет 95 ставим метку это четко по центру но тогда и полоску нам придется клеить четко по центру метки это неудобно и не точно и поэтому вправо либо влево мы откладываем половину ширины шва 8 миллиметров и клеим полоску теперь как и в прошлый раз от нее мы откладываем 206 миллиметров и так по всей стене ну вот мы полностью нанесли сетку теперь необходимо только убрать лишнее выбираем любую горизонтальную полосу кирпичей предположим что это целый кирпич убираем лишнее через одну следующий и так по всей горизонтальной полосе теперь перейдем к полоске которая расположена выше и ниже здесь у нас начало будет составлять половинчатые кирпичи значит следующие за ними будут целые убираем лишнее ну вот картина начинает вырисовываться таким образом мы почикали всю стену и вот что у нас получилось полноценная кирпичная кладка на этом первая часть завершается во второй части вас ждет приготовление раствора из гипсовой штукатурки и плиточного клея непосредственного нанесения на стену создание рельефа и структуру кирпича снятие сетки и последующая обработка кирпича а также финишная покраска стен друзья всех благодарю за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал «Музыка» 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 «Музыка»